Представляем вашему вниманию здание в городе Советске, бывшем телезрите XIX века. Здание построено в 1868 году. Это здание бывшего военного правосудия. Здание уникальное. Мы сейчас находимся в центре, на третьем этаже, и двигаемся вдоль основной лестницы этого здания. Здание отлично сохранилось. Здесь очень много аутентичных деталей. Здание трехэтажное и имеет цокольный подвальный этаж четвертый. Высота между этажами 4 метра. В здании очень много залов, танцевальных студий. Посмотрите, какие окна с полукругами. На втором этаже здания из этого зала выход на прекрасный балкон. Портик, который охраняет это здание снаружи, на главном саде. Двери, арки, полные элементы, батареи, плитка, стекло. Все сохранилось еще с того времени. В здании очень много помещений и пространств с паркетом. Некоторые из них отреставрированы и применяются для сдачи в аренду. Есть достаточно большое количество арендов. Но достоинство этого здания не в этом. Это уникальное здание в стиле неоренессанса с элементами архитектуры Италии 15-16 века. Здание является памятником истории исторического культурного наследия. Здание занесено в реестр и, конечно, находится в самом центре Терзита, города Советска, на улице Театральная, дом 1. Это шикарное здание, которое можно использовать для гостиничного комплекса или театрального комплекса или университета. Я думаю, что это здание найдет своего хозяина. На втором этаже здания театральное зало со сценой. Мало где такое есть. Этот зал на 400 зрителей. Огромный зал с балконом и сценой, на которой оборудована вся система для декораций. Позади сцены есть специальные пространства и комнаты. Гримерная, раздевалка, примерочная. То есть для меценатов, для тех, кто хочет развивать в Советске, в Калининградской области туризм. А мы вошли в федеральную программу развития курортных городов России. Буквально вчера об этом на своем выступлении сказал Владимир Владимирович Путин. Поэтому такое помещение, это будет огромная находка для тех людей, которые готовы вкладываться и развивать этот регион. Поверьте мне, что буквально через 3-4 года такого предложения уже может и не быть. Сейчас мы спускаемся с вами на первый этаж, где вы видите парадную. Какие распоршные двери сохранились еще с 19 века. Арки. Все это сохранилось на сегодняшний день. Его очень в хорошем состоянии. Посмотрите, какой потолок. На первом этаже есть второй малый зал со сценой на 150-200 посадочных мест. Также со сценой. И за сценой примерочные гримерные помещения. В здании очень много кабинетов. Очень много классов для занятия танцами. Но, конечно, применять и использовать это здание надо иначе. Возможно, разработать проект этого здания, его оснащение, реставрации. И так как это памятник культурного наследия, можно подать документы и получить грант на его восстановление. Что тоже, я думаю, будет очень важно для тех, кто будет заинтересован в покупке этого здания. Город Тильзит, ныне Советск, очень известен своей историей. В 1807 году здесь был заключен Тильзитский мир. И, конечно, туристические маршруты, которые следуют из Калининграда, Соклогорска, из Калининградска, все проходят через Советск. Итак, кто хочет выбрать это здание, оставить после себя вот такое наследие, сделать что-то грандиозное, в России и в Калининградской области, в Восточной Пруссии, пишите, звоните, обращайтесь. Мы сделаем для вас онлайн-осмотр, отправим вам всю необходимую информацию, техническую документацию, все расскажем, покажем. И торопитесь, ведь оно такое здесь одно. Продолжение следует...